Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 365 из учебника математика 6 класс Веленкин-Жохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. А здесь у нас задача. Периметр треугольника АВС равен 17,20 метра. Сторона АВ равна 17,50 метра. Сторона ВС на 9,50 метра короче АВ. Найдите длину стороны АС. Итак, кратко условия данной задачи. Периметр 17,20 метра, АВ 17,50 метра, ВС неизвестно на 9,50 метра короче, а АС неизвестно метров. Ну и, конечно же, нужно поставить, что короче, чем АВ. Да, по условию. Так, проверяем еще раз в условии. Все ли верно мы записали. Да, ВС короче, чем АВ. Отлично. Теперь решение. Для начала найдем сторону ВС. Что нам для этого нужно? Раз она короче, то нужно от 17,50 отнять 9,50. В принципе, с общим знаменателем мы знаем уже, как это делать. 17,50 отнять 9,50. Выполняем действие в числителе 17 минус 9. Получается 8, а знаменатель общий 50 метра. Это сторона ВС. Так, это есть. Теперь у нас есть периметр. У нас есть одна сторона и у нас есть другая сторона. Как нам найти АС? Понятно, что от периметра нужно отнять АВ и ВС. Можно сделать в три действия. Смотрите. Во втором можно найти сумму АВ плюс ВС. И в третьем действии от 17,20 отнять ту сумму, которую мы нашли. Но я сделаю попроще. И если у вас не такая уж строгая учительница, то в принципе можно сделать просто во втором действии, чтобы не тратить время. И сделать это быстрее и проще. То есть смотрите, можно в три действия находим АВ плюс ВС, то есть 17,50 плюс 8,50. И потом отнимаем. А можно сразу, вот как я предлагаю, 17,20 отнять АВ и отнять сразу ВС. Но мы видим в любом случае, что у нас дроби с разными знаменателями. И чтобы решить данное задание, нам нужно знать, как выполнять, как находить разность дробей с разными знаменателями. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Вот. И первое, что нам нужно будет сделать, это, я напомню для тех, кто уже знает или посмотрел видео, это привести дроби к общему знаменателю. Ну, понятно, что 20, 50 и 50, общий знаменатель это 100. Значит, первую дробь умножаем на дополнительный множитель 5, чтобы получилось 100, да? Вторую на 2 и третью на 2. Потом под общей чертой общий знаменатель уже 100, а здесь считаем 85 минус. То есть 34 и минус 16. В итоге что мы получаем? В итоге мы получаем, будет 0,35. И мы можем сократить еще на 5. Получится 0,7 метра. Почему? Части у нас написано метра, конечно же. И это и будет наш ответ. То есть мы запишем, что ответ 7,20 метра – это сторона АС. И на этом задание мы выполнили. Переходи по ссылке в описании на наш сайт, и там ты можешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И получишь за это баллы. Вот такое вот задание. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, каждую неделю получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, не забудь поставить лайк. Кто не подписан, подписывайся на канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.